Путинская Россия, это Россия имперская. Империя должна быть разгромлена. Нанесите ущерб Путину. Украинские война преступная, режим нелегитимный. Подписать все декларации и уехать. Мы считаем, что возможны и желательны все методы борьбы с путинским режимом. Путинский фашизм представляет угрозу, экзотациональную угрозу всему свободному миру. И мы считаем, что российская оппозиция, используем слово боевая, должна стать частью антипутинской коалиции. И мы как раз хотим очень четко отфиксировать, что это должно быть поражение именно путинского режима, а не поражение России. Мы должны поменять нарратив, который путинская пропаганда навязала и во всем мире, что это война России с Западом. Это должна стать война свободного мира с путинской Россией, в которой мы, представители России, те, кто готовы воевать на стороне свободного мира, бороться за уничтожение путинского фашизма, мы должны стать полноправными участниками коалиции. Еще в 2010 году, 14 лет назад, вы стали соавтором письма под названием «Путин должен уйти». И вот прошло 14 лет. С того времени Владимир Путин никуда не ушел. Но вместо этого был убит Борис Немцов. Алексей Навальный умер в тюрьме. В Украине идет кровопролитная страшная война. Что будет дальше? Какие ваши прогнозы? Спасибо, что вспомнили это письмо. Я был не только подписантом, а одним из его авторов. Увы, в тот момент ни в России, ни на Западе не было понимания того, что Путин на самом деле это навсегда. В тот момент, не будем забывать, Путин был даже не президентом. Он как бы стоял за спиной этой марионетки своей. Но очень многие и в России, и в Брюсселе, и в Америке, и в других западных столицах воспринимали меня всерьез. И считали, что наши предупреждения о том, что Путин вернется, что на самом деле путинская Россия, это Россия имперская, Россия, которая неизбежно продолжит агрессию. Уже была Грузия, между прочим, 2008 года. Не воспринимались. Хотя письмо подписало порядка 150 тысяч человек. Очень интересно комментарии почитать. Простые граждане России чувствовали вот это на самом деле. Комментарии указывают на то, что у людей было ощущение, что все идет не туда. Понимание о том, что Путин это серьезная угроза всему свободному миру, что Путин это неизбежная война, как всегда происходит с режимами диктаторскими, которые, завершив зачистку внутри страны, переходят к внешней агрессии. Это понимание пришло нескоро. Более того, даже после 2014 года, даже после аннексии Крыма и развязанной войны на востоке Украины, все равно было ощущение, ну вот где-то он утихомирится. Вот я помню, когда вышла моя книга в 2015 году, «Зима наступает», «Вундерс Каминг», ну меня воспринимали не очень серьезно. Ну да, конечно, Путин это, конечно, плохо, это не идеальная демократия, но вы сгущаете краски. Ну, посмотрите, ведь в России же продолжает сохраняться оппозиция. Посмотрите, да, Немцова, конечно, убили, это трагедия, конечно, да, ну это какие-то чеченцы убили, но как бы там же какие-то выборы продолжаются, какая-то жизнь кипит. Не будем забывать, что, в принципе, российская оппозиция продолжала играть по этим правилам. Ну, скажем, ну, наверное, сейчас неудобно вспоминать, после такого трагического конца и гибели Алексея Навального, убитого в тюрьме, что в 15-м году он писал статью «Не надо вооружать Украину, на самом деле». Российская оппозиция не хотела признать, что проблема гораздо глубже. Это не проблема одного там Путина, это проблема Российской империи, на самом деле. Это проблема, которая уходит корнями в вековые представления вообще о роли России. И сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда единственный способ дать России, как стране, исторический шанс – это сделать так, чтобы империя проиграла. Империя должна быть разгромлена. Освобождение России начинается с украинского флага в Севастополе. Это не гарантирует ничего, но это обязательное условие для того, чтобы имперский вирус, который, к сожалению, доминирует в сознании значительного числа, я имею в виду большинства моих соотечественников, чтобы он, наконец, вот оттуда вот выбит, вот такой шоковой терапии. И тогда, может быть, в России появится шанс. Мы постоянно говорим о том, что российская действительность мрачная, она подошла к такому рубежу, за которым ничего, кроме военного разгрома и геополитической катастрофы, не может обеспечить нам шанс на то, чтобы начать эти перемены. Как Украина может победить в этой войне? И что для этого нужно сделать, по вашему мнению? Ну, понятно, что сегодня ситуация менее благоприятна, чем, скажем, в сентябре 22-го года или, скажем, в май, если говорить про, там, год назад, перед началом лакоинского контрнаступления. Я в целом считаю, что такой шанс есть. Проблема даже не в том, что Украине не хватало танков, не было вообще самолетов, ракеты были недостаточной дальности. Проблема в том, что Запад для себя не поставил главной задачей. Украина должна победить, Путин должен проиграть. Вот эта цель не поставлена. И, соответственно, все действия Запада сводились к тому, чтобы найти тот алгоритм, при котором можно будет заставить Путина пойти на переговоры на приемлемых условиях. Так войну не выигрывают. Войну не выигрывают консенсусом. Я говорю об этом и американцам, я говорю об этом и с нашим европейским коллегам. Правила, которые были написаны в условиях мирного времени, не применяются в войне. Войну консенсусом не выигрывают. Война – это большие решения. Вы еще не должны кровью за это платить. Но вы покажите, что вы готовы воевать с Путиным. Проблема в том, что Путин воюет с вами. А вы делаете вид, что главная задача – избирать эскалации. Мы должны избирать эскалации. Мы не можем допустить столкновение России с НАТО. Путин с НАТО уже воюет. Когда они говорят, мы, конечно, на шаг отстаем от Путина. Я говорю, вы не на шаг отстаете, вы на две войны отстаете. У вас страх перед третьей мировой войной, а у Путина уже четвертая. Третья была холодная, которую СССР проиграл. Он четвертую войну мировую ведет. Это не я говорю, это он говорит. Это говорит Путина, это говорит его пропаганда. Это постоянно говорит Пьяный Медведев, который там все печатает. То есть, на самом деле, это их представление о том, что происходит в мире сегодня. И невозможно вести войну и выиграть ее, если вы не признаете этой исторической реальности. Поэтому и санкции нормально не работают, потому что, ну да, германский бизнес не экспортируют в Россию. Так они в Казахстан отправляют, а туда в Россию. На самом деле, мы же понимаем прекрасно, что все это, это во многом фикция. Потому что Запад не готов признать, что это война, в которой надо победить. Вот как только эта цель будет поставлена, она выполнима. Ну что, украинским пилотам нужно было два с половиной года, чтобы вычислить на F-16. 31 танк, который получил у Украины, большое спасибо. У Америки в резерве стоит 12 тысяч танков. 12 тысяч. 3 тысячи в активном действии, 12 тысяч. И дальше я могу перечислять другие позиции военные, по которым не должно было быть никаких вопросов. Это даже не решение Конгресса выделить деньги. Это оружие, которое было сделано в 70-е, 80-е годы с одной целью. Остановить советскую агрессию в Европе. Разница только в том, что агрессия сегодня была не на Рейне, а на Днепре. Но принцип-то не поменялся. Украина выполняет сегодня ровно ту функцию, ради которой НАТО создавалось. Остановить советскую, русскую агрессию. Украина выполняет это. Они еще обсуждают, братья в НАТО или не братья в НАТО. Кто это обсуждает? Страны, которые вообще там находятся на расстоянии тысяч километров от линии фронта. То есть мы видим отсутствие политической воли. У Запада есть и деньги, у Запада есть и оружие. У Запада есть весь ассортимент средств, необходимых для того, чтобы путинскую Россию разгромить. Сейчас, конечно, ситуация намного хуже. Но все-таки мобилизационный резерв Украины не настолько велик. Не такой бесконечный, как у России. Значит, нужны более креативные меры. И здесь опять мы предлагаем все-таки вспомнить, что потенциальный ресурс есть в России. Дайте возможность тем гражданам России, которые хотят перейти на нашу сторону, это сделать. Ну подумайте на секунду. Может быть, это их будет немного. Говорят, много не уедет. Ну хорошо, может миллион уедет, может два. Это, конечно, крохи из 140 миллионов. Но это как раз тот самый ресурс, который был бы необходим. Уедут какие-то инженеры, какие-то компьютерщики, какие-то финансисты. Нанесите ущерб Путину. Попробуйте вытащить талантливых людей. Дайте им возможность порвать с Путиным. Сказать, что Крым украинский. Война преступная, режим нелегитимный. Подписать все декларации. И уехать. Сегодня проблема в том, что Путин как бы по существу создал внутри России. Ну такой по существу получился, я не знаю, как бы закрытый лагерь. А ровно потому, что нужна российская составляющая победы. Как бы была свободная Франция Деголе, нам нужна свободная Россия, которая будет и помогать делать троны, ракеты и будет в том числе и воевать. Не пара батальонов, несколько сот человек, а реальный российский корпус свободной России, задача которого будет помочь Украине победить и пойти дальше. Освобождать нашу страну. Но для этого надо понимать, что такая победа, она все равно не может быть без вот этой русской составляющей. Потому что сегодня, я еще раз говорю, Путин добился того, что граждане России, даже нормально мыслящие, прозападные, они все равно видят Россию как в состоянии войны с западным миром. Дайте возможность выбрать Ивия Го. И ситуация может кардинально несколько месяцев измениться. Это то, с чем Путину бороться невозможно. Он не может закрыть все границы. Вот еще важный момент, потому что ему нужен этот обмен. На самом деле там же идет же постоянный обмен. Кстати, говоря про путешествие в Европу, ну что мы будем сейчас тыкать европейских политиков в российских там олигархов или даже в российских депутатов, между прочим, военных преступников. Я могу список представить тех военных преступников, которые продолжают ездить во Францию, в Испанию, на эти курорты. Ровно потому что, ну как, у них есть связи, у них есть деньги. И мы, в общем, пишем о необходимости именно формирования вот такой новой матрицы свободной России за рубежом. И также мы говорим о необходимости проекции будущего. О том, что Россия должна быть, должна пройти путь вот этой депутинизации и деимпериализации. И, соответственно, мы четко указываем на то, что этот процесс должен сопровождаться безусловно и наказанием тех, кто виновен в развязывании агрессивной войны. Спасибо огромное вам за эту беседу. Оперативные новости. Эксклюзивное видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.